Отдых на природе не всегда идет на пользу здоровью, особенно если не принять меры по защите от клещей. В Ивановской области членистоногие кровососы активизировались еще 10 апреля. Именно тогда в Центр гигиены и эпидемиологии обратился первый в этом году пострадавший. На настоящий день, буквально сейчас цифру сниму, значит у нас в пределах 100 обращений в целом по Ивановской области. За такой же период, посмотрите, если о прошлом году, то у нас было обращений в два раза меньше, 50. То есть клещи активно стали. Значит, места укуса, где большая часть, это безусловно, это дача. Это дача. То есть дачники поехали на свои любимые участки, там, к сожалению, присасывание укусов клещей есть. То есть беспокойство такое есть. Сам по себе укус клеща не опасен, но всегда есть вероятность того, что кровосос заражен. Потому не лишним было бы привиться от опасных заболеваний, которые они переносят. Но накануне летнего сезона об этом задумываться уже поздно. Вакцине нужно время, чтобы подействовать. Она состоит не из одного укола, она имеет несколько уколов. Вот их начинают эти уколы, если уж так будем об этой прививочке говорить, начиная с осени, с осеннего периода, через 6 месяцев, как раз бы на весенний период. Вот. То есть вот таким образом. Но есть еще ускоренная схема. Ускоренная схема. Там все сокращается до буквально двух недель. Но все равно, то есть ускоренная схема подразумевает, что прививку надо сделать хотя бы за один месяц до выезда в неблагоприятный район. Если избежать укуса не удалось, важно аккуратно извлечь клеща. Самостоятельно делать этого специалисты не рекомендуют. Бытует такое мнение, что вот вместо укуса можно залить бензином, керосином, маслом, что он вроде бы выползет и это далеко не так. То есть когда вот эти все добавляют вот эти самых, будем говорить, раздражители, то есть вот этими веществами химическими, то есть клеща можно вести в состояние агрессии. То есть ну неблагоприятно. Он начинает что? Он начинает не выползать. Он начинает еще дальше углубляться и в этот момент он может вспрыснуть вот эту гадость. В прошлом году в регионе было зафиксировано несколько случаев заражения человека клещевым энцефалитом и барлиозом. Чтобы удостовериться, опасен ли клещ, достаточно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии и отдать членистоногово на исследование. Клеща не выбрасывать, положить в баночку стеклянную на дно, положить в ватку смоченной водой, чтобы он не высох. И желательно в течение суток его привезти к нам на лабораторию. Что же делать тем, кто майские праздники хочет провести на лоне природы, но без страха за свое здоровье? Первое, о чем говорят специалисты, клещ встречает по одежке. В лес нужно собираться так, чтобы ему буквально не за что было зацепиться. Лучший способ обезопасить себя от укуса клеща – репелленты. Лучшие, если они будут обладать двойным действием и убивать клещей при контакте и отпугивать на расстоянии. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.